Меня зовут Абдураимов Парвиз Ахунович. Работаю главным агрономом ООО «Победа» в Перверском районе. Как прошел ваш сезон? Сезон прошел очень хорошо. Это повезло с уборкой, с погодой, с погодными условиями. То есть убрали все вовремя, в сроки, то есть с хорошим качеством. Это очень важно. Какой у вас был севооборот в хозяйстве? Севооборот в хозяйстве максимально стараемся соблюдать чистый пар, рапс, пшеница, овес или ячмень. Планируете ли вы что-нибудь либо корректировать в своем севообороте? Ну так как севооборот хорошо работает, мы бы не хотели менять. Главное, чтобы спрос был на эти культуры, то есть каждый год, то есть чтобы мы эти культуры сеяли, получали максимально урожай и качество, и чтобы была цена на эти культуры, чтобы максимально с выгодой, чтобы работать. Как обычно проходит у вас основная обработка почвы и какая? Основная обработка почвы это безотвальная и отвальная, так скажем, потому что на наших тяжелых почвах безотвальную обработку делать очень тяжело и так как у нас осадков очень много, соответственно начинает забивать. И поэтому мы делаем и отвальную спашку. Почему? Потому что она очень хорошо, то есть дает о себе знать. Вы планируете сеять, да? Подготовка к посевной. С чего начинается вообще подготовка? То есть сначала технику там устраивать? Да, подготовка, соответственно параллельно технику готовим и, соответственно, семенной материал также подогреваем, протравливаем. А насчет обработки почвы начинается все с баранования. В первой декаде мая заходим в поля уже и, соответственно, после баранования ждем около 5-7 дней, чтобы маленько сорняки появились и культивируем на глубину сева, чтобы не сильно глубоко, чтобы влагу не терять. И, соответственно, уже сеем через день, можно сказать, что посев. Также соблюдая все, так скажем, условия, да, рекомендации. Ну, то есть сеем на ту глубину, где находится влага, чтобы быстрее всхода и равномерно все было всхода. А по каким предшественникам зерновые высеваете? Предшественники в основном чистый пар и рапс. Влияет ли предшественник на выбор препарата по защите семян? То есть вы смотрите, если зерновые там были, то более усиленный. Ну да, мы обычно делаем, так сказать, фитоэкспертизу семян с разными протравителями, ну и, соответственно, контролем. И на предшественник сильно не смотрим, мы смотрим в основном на самих семян, то есть с какими болезнями, то есть, да, эти семена, то есть грибковые болезни там. Вот, делаем акцент и делаем, подбираем протравители путем фитоэкспертизы семян, то есть. А как вы планируете норму высева? И меняется ли эта норма высева на зерновую культуру от сезона к сезону? Да, все будет зависеть, с какой репродукцией семена и масса тысячи семян, потому что у каждого сорта свое. Поэтому и репродукция, и максимально стараемся сеять элитные семена и возобновлять каждый год, то есть, потому что не распространять, не размножать те болезни, которые уже есть, то есть, и те семена, которые заражены, да, в нашем регионе, то есть сильно их размножать. То есть, не даем, чтобы сильное размножение тех болезней, также элементарных грибковых болезней, чтобы мы, соответственно, каждый год закупаем элитные семена, то есть, те сорта, которые допустимы для возделыва в нашем регионе. А если проанализировать по годам, то есть, допустим, 3 года назад, какая была норма высева именно в миллионах на зерновую культуру, и вот сейчас, допустим, в этом сезоне 2023 года, она снизилась? Да, она снизилась, получается, где-то года 2-3 назад было 5,5 миллионов, да, а в этом году мы снизили до 5, потому что есть качество семян, есть качественные препараты, которые мы обрабатываем, да, ну и зачем сеять много, там, ну, соответственно, все знают то, что укушения мало будет, то есть, площадь питания уменьшится, ну и, соответственно, это будет отражаться все на урожае. Обращаете ли вы внимание на такой показатель, как продуктивный стеблистой, и считаете ли вы его при уборке? Сколько продуктивных стеблей? Да, обязательно считаем, то есть, сколько сеяли, то есть, потому что мы, когда на всхожесть даем, да, семена на анализ, соответственно, белая, то есть, лабораторная всхожесть, она отличается от полевой всхожести, и поэтому, ну, считаем, анализируем, фиксируем все это, чтобы не повторять, допустим, ошибки, либо внести подкорректировки на следующий год. Какие типичные сроки посева у вас в хозяйстве? Типичные сроки, это уже вторая, третья декада мая, мы успеваем на наш клин, то есть, за эти 20 дней мы спокойно уже успеваем, то есть, техника есть, все есть вовремя, бывает так, что работаем с севем сутками, то есть, техника и люди есть, работаем 24 на 7, можно сказать. А бывает такое, что сроки посева сдвигаются по каким-то причинам? Это и только погодные условия могут повлиять, а так технически нет, потому что все работы, подготовка техники, подготовка, то есть, протравливание семян, все производится заранее, и все проверяется руководящим составом, поэтому единственное погодные условия могут подкорректировки внести. А планируете что-нибудь менять в технологии выращивания зерновых труток? Пока не планируем, почему? Просто по одной причине, потому что мы получаем достаточно хорошие урожаи и хорошего качества, то есть, ну, будем, конечно, закладывать делянки, закладывать опыты с удобрениями, без, то есть, там, ну, чтобы посмотреть, что выгоднее будет и что может, ну, принести дохода больше, чем наша, то есть, технология возделывания, да, вот, поэтому, ну, развиваемся, учимся на ошибках, так скажем. Обращали ли вы внимание, присутствуют ли заболевания на ранних этапах роста растений, то есть, кущения? На ранних ростах развития растений, да, у нас не существует болезни также, то есть, это просто по одной причине, то, что мы очень хорошо подбираем протравители, они, вот, ну, до этой фазы спокойно держат, до фазы кущения, то есть, листья абсолютно зеленые, хорошие, здоровые, то есть, и корень вообще чистый от всяких грибковых болезней. То есть, я так понимаю, что с фит-экспертизой и семяном хорошо знакомы? Да, да, да. А пробовали фит-экспертизу почву? Делали? Почвы нет еще, но планируем, да, конечно, это все планируем, но пока не делали. А что касается вредителей, есть-то посевов вредители? Вредителей на зерновых, как таково, нет, в основном у нас все вредители на рапсе. Как вы подбираете препарат по защите семян? В чем вы основываетесь? Ну, мы учитываем, чтобы также фузырьез, гнили, чтобы не было, то есть, грибковых болезней, то есть, когда мы фит-экспертизу семян делаем, да, чтобы растения, то есть, максимально были чистыми, ну, здоровыми, то есть, и схожесть была равномерная, то есть, соответственно, это трехкомпонентные препараты, которые содержат и фунгицид, и инсектицид. В этом сезоне вы выбрали препарат Силистмакс. На чем основывался ваш выбор? Ну, мы также разными препаратами, мной была проведена фит-экспертиза семян, соответственно, на 5-7% Силистмакс обошел все свои конкуренты, то есть, и мы сделали, так сказать, правильный выбор, потому что оно того стоило, и мы получили очень хорошие результаты. Как вы оцениваете уходы на Силистмаксе в сезоне? Уходы были максимально, ну, равномерные, ну, это из-за того, что также мы соблюдали все другие условия, норму высева, чтобы все равномерно сеяли, и, соответственно, после протравителя Силистмакса, да, когда мы уже на фазе 2-3 листьев выкапывали и смотрели корни, они абсолютно были чистыми, соответственно, без никаких болезней, то есть, не обнаружили никакой болезни, то есть, также патогенов, которые могли, ну, быть. А какими дозировками работаете? Дозировку мы всегда работаем по максимальной, просто по одной причине, что у нас зона рискованной земледелия все-таки, потому что есть, ну, большой риск, то, что легко могут заразиться семена, поэтому мы всегда работаем с максимальной дозировкой. А как вы считаете, в чем преимущество Силистмакса над другими препаратами? Так. Для вас, лично для вас, как агронома? Преимущество, хороший залог того, что можно обработать этими препаратами и спокойно спать, потому что они работают, то есть, отлично, то есть, на все пять, потому что это уже проверено годами, мы, то есть, не первый год используем этот препарат, соответственно, мы, соответственно, ну, каждый год все равно семена другие покупаем, других сортов, то есть, все равно проверяем на болезни, и когда мы фитоэкспертизу семян делаем, именно Силистмакс показывает, да, хоть на каких сортах хорошие показатели, то есть, все равно лучше, чем с другими препаратами. Хотелось бы от вас прислушать рекомендацию, на что обращать внимание при выборе препарата для защиты семян? Обращать, в первую очередь, на те грибковые болезни, да, то есть, и на другие, но самое главное, надо, прежде чем выбирать препарат, да, той или иной компании, надо просто элементарно сделать фитоэкспертизу семян с теми препаратами, которые вы хотите покупать, и вы наглядно убедитесь и увидите результат своими глазами, то есть, не тем, что кто-то там сосед вам рассказал, или другая компания постоянно берет эти препараты, а просто это, как бы, неправильный выбор, когда, послушав другого человека, да, своего соседа, то есть, вы делаете выбор на такие, то есть, на основу, это препаратами вы закладываете, так скажем, фундамент, потому что очень важно выбрать правильный препарат. При выборе еще протравителя надо обращать внимание на то, чтобы на действующее вещество, и в какой дозе, то есть, соответственно, и остальное, так же, вот, бывает так, что есть у разных групп компаний, да, вроде бы то же самое действующее вещество в тех же дозировках, но оно что-то, ну, не работает так, как должно, как оригиналы, да, соответственно, надо всегда основываться именно на протравителях, на оригинальные препараты, а не на женериках, так скажем. Что для вас фундамент будущего урожая? В чем он основывается, будущего урожая? Фундамент урожая основывается на хороших семенах, в первую очередь, элитных и кондиционных, да, и потом, соответственно, протравители, ну, и, соответственно, чтобы не истошать почву, да, надо удобрения вносить, ну, то есть, сколько рекомендуется и сколько планируется урожая, да, получить с этих полей, соответственно, надо идти к тому, чтобы не истощение почвы, соответственно, удобрения вносить, не экономить на это, не смотреть на то, что удобрения мы в этом году вносим, да, оно не полностью будет освоено, так скажем, да. Я знаю, что у вас самого северного хозяйства, это получается Пировский район, очень сложные условия возделывания, у нас так край, Красноярский край, зона рискованного земледелия, а у вас суперсложные условия, вот, расскажите поподробнее о погоде, о почвах, о вегетационном периоде, то есть, какие, какая весна, какая осень для вас типичная, какие вообще условия и насколько сложно или легко, может быть, в ваших условиях возделывать зерновые? Ну, на наших условиях очень сложно, почему? Просто по одной причине, что, допустим, в южных районах люди заезжают на поля уже третьей декады, даже второй декаде апреля, а мы только первой декаде мая заходим на поля, потому что очень влажно, снега много, пока он растает, пока, то есть, техника заходит на поля, да, и мы даже иногда бывает так, что после баранования сразу идем, ну, не ждем сильно развития сорняков и сразу, ну, то есть, идем культиватором, чтобы подготовить ложа для семян и сеем в оптимальные сроки, можно сказать, что кто-то только днем сеет, да, а мы работаем круглосуточно, чтобы успеть в срок все посеять. Так как, если мы не успеем в срок посеять, соответственно, мы эту площадь, уже есть вероятность того, что мы просто не сможем убрать, оно не подойдет, во-первых, и во-вторых, так как у нас уже в сентябре, в конце сентября уже могут быть осадки большие и снег даже может выпасть, да, мы, соответственно, можем просто это все под снег, может это просто уйти под снег, соответственно, но ни разу такого не было, потому что мы стараемся работать максимально качественно и вовремя все делать, и все обработки, да, по вегетации тоже стараемся и делаем все вовремя, потому что какую-то обработку не в то время, если делать, то есть от него сильно такой пользы не будет, потому что те деньги, затраты, которые несем, да, то есть на обработке по вегетации, они очень как бы большие, поэтому надо вовремя сделать, чтобы получить максимально качественный и высокий урожай. Парвис, вы давно работаете в предприятии? Я в этом предприятии работаю уже второй год, а до этого работал также в другом предприятии два года, и, соответственно, когда еще начинал учиться на агронома, с первого курса работал в лаборатории растеневодства и оригинального семеноводства, то есть всю познательную жизнь, так скажем, я уделяю этой профессии, и мне нравится работать по профессии, потому что, ну, оно дает максимальную энергию, чтобы, ну, работа достойная, как бы надо работать, надо устанавливать рекорды по урожайности, по качеству, то есть директор нас это поддерживает всегда, поэтому надо работать и показать очень хорошие результаты. Вот еще вопрос, интересно, вы два года работаете, вы когда пришли, была какая-то определенная, то есть база, какие-то определенные технологии были в хозяйстве, потом вы вместе с командой предприятия улучшали, постоянно какие-то нововведения делали, изменивались, и если сделать анализ этих вот двух лет, что было тогда и что было сейчас, какие, может быть, несколько моментов, два-три пункта, четыре, может быть, какие улучшения произошли в технологиях по выращиванию зерновых культур? Насчет зерновых культур мы, ну, раньше использовалось мало элитных семян, так скажем, и никто сильно не обращал на эти семена, то есть не уделял то время, которое надо, то есть мы стали, начали, ну, то есть убирать вовремя, вот семенной материал, да, мы вообще убираем максимально в сухую погоду, не сушим, то есть при сушке его не травмируем, травмируем, ничего, то есть и максимально подрабатываем до такой степени, что, ну, то есть можно сказать, что по массу тысячи семян все это по ГОСТу, то есть, нет, не по ГОСТу, это неправильно, соблюдать все те параметры, которые надо, то есть и, соответственно, подбор удобрений, да, то есть чтобы не шло истощение почвы, то есть и, соответственно, не экономим, что потому что надо получить и урожай, и не истошать почву, все технологии правильно делаем, если что-то, какие-то новые технологии, да, мы закладываем делянки, и, соответственно, смотрим на те условия, которые у себя имеем. Конечно, мы ездим по другим организациям, предприятиям, да, смотрим, как у них, какие сорта, какие культуры, но мы все равно, так как у нас погода отличается, почвы отличаются, мы все равно акцент делаем на свои, то есть делянки. Субтитры создавал DimaTorzok